Это страшное происшествие кузбассовцы помнят до сих пор. Автобус в Новосибирск-Кемерово столкнулся с фурой. Погибли 4 человека, десятки пострадали. Водитель автобуса нарушил правила дорожного движения. А эта кемеровская маршрутка врезалась в здание. Водитель просто отключился. Полный автобус был, около 30 человек. Это парни с девушкой, у них как мелкие ушибы. И вот парень, который пытался вывалить, пострадал. У него рука сильная, прямо до кости руку развита. Проверки контролирующих органов показывают. Каждый день на дороге выходят неисправные автобусы и маршрутки. То проводка горит, то руль отваливается, то тормоза не работают. Буквально развалюхи. Практически в каждом городе или районе есть автобусы, те, которые выезжают технически неисправные на линию. Сейчас больше гоняются за рулем, за деньгами, чем за безопасностью дорожного движения. Одной рукой деньги собирает, другой по телефону говорит. По словам сотрудников госавтоинспекции, водители нарушают правила дорожного движения. Медосмотр не проходит, ездят пьяными, больными, сидят за баранкой по 16 часов в день. В результате теряют сознание. Недобросовестные АТП экономят на ремонте и обновлении автопарка. В погоне за деньгами они забывают, что перевозят не дрова, а людей. Губернатор всегда держит на контроле вопросы транспортного обеспечения и тем более вопросы безопасности. Мы не можем наших граждан оставить один на один в беде на дороге. На дороге все правила прописаны кровью. Поэтому, чтобы этого не было, надо четко осуществлять государственный контроль. Среди злостных нарушителей автолайн, кемеровское пассажирское предприятие и неотранс в Новокузнецке. Не у всех руководителей АТП нашлось, что сказать в ответ на обвинение. Что вы молчите? Рассказываете? Или вам нечего сказать? 254 нарушения, 100 неисправностей, 46 раз штрафовали. Не понимают по-хорошему, значит будет по-плохому, решили на совещании. В администрации рассмотрят вопрос расторжения договоров с предприятиями, злостными нарушителями закона. Исключить их из процесса перевозок – мера вынужденная, но необходимая. 10 минут страха и вы дома. Если нет пробок, водители маршруток летают по дорогам, словно гонщики Формулы-1. Соревнования устраивают прямо с пассажирами на борту. А все потому, что везут они не людей, а кошельки. И чем больше они соберут денег, тем выгоднее для них. Лариса Михеева, Константин Червяков. Новости моего города. Новости моего города.